Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 22 мая. Украинцы уничтожили очередную систему БУК России, а западные издания вышли с нелестными для российской военной машины заголовками. Они рассказывают о том, что С-400 опозорились, а ВСУ выигрывают войну дальних ударов против российской ПВО и уничтожают корабли в Черном море быстрее, чем Москва, способны их восстанавливать там. Итак, начнем с главной новости. Операторы сил специальных операций Украины показали видео уничтожение еще одной, уже четвертой за последние три недели, пусковой установки ЗРК БУК. Три штуки были поражены в конце апреля и еще одна вот эта на днях в мае, после того, как было выявлено в рамках разведывательных действий украинцев. Примечательно, что во всех указанных случаях, в том числе и вот в этом, который вы наблюдаете сейчас на ваших экранах, работала новейшая модель украинского дрона, аналогичная российскому ланцету. Это лишний раз подчеркивает выросшие возможности украинского оборонного сектора. В своей публикации ССО специально подчеркивает, что речь идет о беспилотнике, который является новейшей разработкой Украины. По словам израильского военного эксперта Игаля Левина, каждая подобная потеря дает новые возможности для ударов украинских дальнобойных БПЛА по стратегическим целям в глубине российской территории. А я бы добавил, что не только для БПЛА, но и для ракет. Да, мы действительно не можем не согласиться с Игалем Левином. Тот факт, что в последнее время и дроны, и Storm Shadow, и Attackers продолжают с успехом поражать цели на оккупированных украинских территориях, показывает, что вырезание буков в последние недели месяцы тоже внесло свою лепту в общее разрушение эшелонированной системы ПВО России на разных фронтах, от Луганского до Крымского. Особенно если вспомнить, что БУК это система средней и частично малой дальности, являющейся рабочей лошадкой российской противовоздушной обороны. Нет буков, нет второй и даже первой линии защиты, которая могла бы останавливать украинские средства поражения, разрушающие российские тылы и военно-морские активы. Вот почему следующая важная новость, которую мы хотели бы рассмотреть, это появление спутниковых снимков, которые показали, как российское эвакуационное судно только что буквально подошло к месту предполагаемого поражения ракетного корабля «Циклон» в Севастопольской бухте. На этой фотографии или группе фотографий, сделанных за период с 19 по 21 мая, был замечен водолазный крейсер ВМС России проекта 527М «Эпрон», неподалеку от того места, где украинские военные нанесли удар 19 мая по российским судам. Основное предназначение этого корабля — это подводные спасательные операции. Но понятно, что в реальности то спасать некого, если только не пытаться поднять со дна потопленное корыто. Визит «Эпрон» является очередным подтверждением того, о чем накануне официально сообщили и ВМС Украины. Там уточнили, что в ночь на 19 мая в Севастополе был поражен российский малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт», хотя изначально ВМС Украины говорили о поражении тральщика «Ковровица». Начальник объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины Дмитрий Плитенчук сказал, что «Циклон» не успел сделать за все время своей недолгой жизни ни одного выстрела, несмотря на то, что оставался в Крыму единственным кораблем, способным запускать ракеты. Цитирую. «Он чисто технически не смог пройти государственные испытания. Перед тем, как поставить его в строй, его два года испытывали, но так и не смогли запустить ракету», — пояснил спикер. Журнал Forbes выпустил по этому поводу статью, в которой указал, что «Циклон» не послужил своим хозяевам и года. Он вошел в состав Черноморского флота в июле 2023 года, а уже 19 мая этого года, как вы понимаете, украинский ракетный удар потопил этот корабль класса «Каракурт» Севастополя. Еще один такой «Каракурт» — недостроенный «Аскольд» — был поврежден во время состоявшегося в ноябре прошлого года украинского ракетного обстрела судостроительного завода в Крыму. Издание пишет, что российское военно-морское руководство должно быть очень обеспокоено будущим своего Черноморского флота, если учесть, что Украина выводит из строя российские боевые корабли вот в этом море быстрее, чем Россия может построить новые такие корабли, или же усиливать этот флот кораблями из других региональных флотов. Турция блокирует прохождение военных кораблей через пролив Босфор, и Россия не может тянуть корабли откуда-то извне именно через море. Но, тем не менее, у Москвы все еще есть два варианта пополнять свой Черноморский флот — либо перебрасывать небольшие корабли в Черное море по реке, либо строить их на Черноморских верфях. Понимая это, украинские диверсанты в апреле этого года устроили диверсию на российском ракетном корвете «Серпухов» в оккупированном Кёнигсберге на Балтийском море. Этот корвет класса «Буян» был одним из немногих российских военных кораблей, которые имеют достаточно небольшие размеры, чтобы добраться до Черного моря по каналам Волги, Дону, а затем и по Азовскому морю. Кроме поврежденного аскольда и затонувшего циклона, еще пять каракуртов строятся наверх, в Крыму или на Волге. Ну и, соответственно, они, вероятно, тоже станут целями для атак, если решат присоединиться к Черноморскому флоту в ближайшем будущем, говорится в материале «Форбс». Авторы напоминают, что у ВСУ для совершения атак по черноморским активам России есть целый набор средств. Это и собственные морские дроны, и, опять же, собственного производства ракеты «Нептун», а также западные ракеты «Стормшедоу», «Скальп» и высокоточный «Этекомс», причем уже в версии М48 и М57 с унитарными 200-килограммовыми боеголовками с дальностью 270 и 300 километров, в зависимости от модификации. По данным издания, в ликвидации «Циклона» участвовали как раз-таки М48 или М57 «Этекомс», коих Украина, по данным «Форбс», получила более 120 штук двумя партиями, одну осенью прошлого года и другую в апреле этого года. Цитирую. Российская противовоздушная оборона оказалась бессильно остановить эти ракеты. Это зловещее развитие событий для российского военно-морского командования, которое борется за сохранение того, что осталось от его Черноморского флота, пишет издание. Как отметил профессор стратегических исследований в университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен, если «Этекомс» вынуждают россиян выводить свои военные корабли и Севастополя, то трудно представить, как вообще вот эта база в Крыму могла бы оставаться полезной для россиян. По его словам, российское командование может не иметь просто-напросто другого выбора, кроме как убрать все оставшиеся в Крыму корабли в порты на юге России, которые находятся за пределами досягаемости «Этекомс». Тем не менее, и эти порты все еще остаются досягаемыми для ВСУ, но только не для их ракет, не для «Нептунов», не для «Этекомс», не для «Сторшеду», а для украинских дальнобойных дронов. Последние являются более легкой мишенью для российских ПВО. Поэтому, подчеркивает Форбс, в том же Новороссийске или, скажем, в порту Сочи у кораблей Москвы есть шанс продержаться чуть дольше, чем в Крыму. Комментируя сложившуюся ситуацию, издание «Бизнес Инсайдер» пишет, что С-400, если и оказались хороши, то исключительно в российских пропагандистских роликах. Но в реальности, как мы видим, Россия в ходе войны в Украине потеряла уже, как минимум, несколько таких комплексов, некоторые из которых были уничтожены в том числе старым западным оружием, с которым эта система в теории должна была бы справиться, говорится в материале. До российского вторжения в Украину, базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований, называл С-400, я цитирую, «одной из самых совершенных систем ПВО в мире». Она впервые заработала в 2007 году и до недавнего времени считалась российским эквивалентом американской системы Патриот. Джон Хоэн, исследователь в калифорнийском аналитическом центре RAND Corporation, который специализируется на воздушной войне, сказал Business Insider, что украинские военные изначально тоже восприняли как существенную угрозу со стороны вот этого российского ЗРК. Но впоследствии, говорит он, им удалось найти ключ к расправе над этими комплексами. Здесь я должен заметить от себя, что в сети ранее не раз уже мелькали остовы разгромленных компонентов батареи С-400 и даже видео с уничтожением этих систем. В сентябре прошлого года Украина заявила, что уничтожила две российские батареи С-400 в Крыму из тех пяти, которые находились там. Опять же, если судить по данным до полномасштабного вторжения, если судить по представленным Украины видеозаписям. В одной из таких атак была использована модифицированная противокорабельная ракета «Нептун». Ракета украинского производства, созданная на основе более старой советской ракеты. Вот именно она поразила С-400. В апреле уже этого года Украина заявила, что уничтожила или, по крайней мере, серьезно повредила четыре пусковые установки С-400 в Крыму. И мы помним этот масштабный удар, действительно. Тогда были ликвидированы четыре пусковые установки. Все это было подтверждено через многочисленные фото и видео, в том числе через спутниковые данные. Речь идет о применении ракет «Этекомс» в этом случае. «Этекомс», которые были разработаны еще в конце 80-х годов. То есть это более старые ракеты, причем намного более старые, чем С-400, пишет бизнес сайта. Поясняю, что в теории С-400 действительно должна была бы сбивать такие ракеты. Фредерик Мартинс, аналитик в ГАГском центре стратегических исследований, сказал, что С-400, похоже, имеют реальные проблемы с перехватом баллистических ракетных целей, в то время как значительно более старые американские П-трет, они же, кстати, 30-летней давности, не будем об этом забывать, доказали свою способность сбивать так называемые передовые российские ракеты, вроде тех же «Кинжалов». Ну а от себя добавлю, опять же, не будем забывать, что эта же система перехватывала и ракеты «Искандер», баллистические, я подчеркиваю, и опять же перехватила так называемую суперракету «Россий-Циркон», опять же, летящую по баллистической траектории. В феврале в сети появилось видео, которое показало, как британская ракета «Стормшеду», дозвуковая, беспрепятственно пролетела по своим делам, так сказать, прямо над развернутой системой С-400 в Крыму. И при этом, я напомню, «Зенитчик», который бегал и снимал все это, просто-напросто открыто признал, эта самая ракета «Стормшеду» прошла незамеченной для С-400, или, во всяком случае, не перехваченной. Мартенс описал вот это видео как невероятные кадры, которые, по его словам, служат ужасным обвинением против вот этого ЗРК. Аналитики предостерегают, конечно, что вообще в этой войне слишком много информации остается недоступной для широкой общественности, включая информацию о проценте успеха в работе С-400. Однако все аналитики не сомневаются, что у С-400 явно имеются недостатки, делающие их уязвимыми против такого мощного и передового противника, как Соединенные Штаты и как НАТО в целом. В этих условиях британский The Telegraph признал именно Украину победительницей в войне беспилотников и ракет. Такой вывод это издание сделало в своей колонке, а точнее, этот вывод сделал конкретный автор, офицер Королевского флота в отставке, эксперт по ПВО Том Шарп. Вслед за своими коллегами в разгроме батареи С-400 в Крыму он увидел слабости в этих системах. Как пишет этот эксперт, чтобы успешно защититься от такого рода атак, нужно иметь три условия. Предупреждать, обнаруживать и уничтожать. Функция предупреждения полагается на данные разведслужб, спутниковое наблюдение и другие входные данные, способные дать понять, что атака неизбежна. Не меньше усилий тратится и на обнаружение. Ракеты становятся все быстрее. Появилась необходимость обнаруживать их раньше и быстрее обрабатывать информацию. Наконец, после этого должен сработать последний уровень – уничтожение этих ракет. В мировых конфликтах наилучшую эффективность демонстрируют системы Патриот, ТААТ, а также израильские системы ЭРО и Айрон Дом. Они неоднократно подтверждали свои боевые качества в реальном бою. Автор напоминает, что вообще любая современная ПВО является сложной системой, и если хотя бы один из ее слоев отсутствует, заброшен или уничтожен, то такая система становится недейственной. По крайней мере, на данный момент мы, говорит он, жители Запада, имеем преимущество, и украинцы снова и снова показывают, как отсутствие такого преимущества у России делает ее уязвимой, заключает Шар. Он оговаривается, что, конечно, следует с осторожностью экстраполировать те успехи, которые Украина достигает на море и вообще в области дальнобойных ударов, на ту ситуацию, которая складывается сейчас на сухопутных полях сражений. В то же время, говорит он, треть Черноморского флота сейчас уничтожена вместе с очередным кораблем, типа «Циклон». Украинский экспорт зерна в настоящее время в значительной степени восстановлен. Российские системы ПВО преимущественно не работают, а Украина продолжает демонстрировать улучшенную способность атаковать критически важную инфраструктуру России далеко в глубине ее территории. Все это, говорит эксперт, дает весьма безрадостную картину для мясника Владимира Путина. Лучшей же иллюстрацией в этом плане стало еще одно спутниковое фото, которое обнародовал и проанализировал осинт-коллектив Киберборошна. По его данным, с причала номер 8, где базировались вот те самые Ковровец и Циклон, ушли все ранее стоявшие там корабли, что очень и очень характерно, ведь если бы России нечего было бы бояться, то эти корабли так и продолжали бы стоять там. Ну а другой очень важный момент заключается в том, что аналитики обратили внимание, что теперь ни Циклона, ни Ковровца нету на этом месте, хотя они ранее там стояли. Это означает, что как минимум один, а то, может быть, и оба таких корабля были уничтожены. Ну и, наконец, третий момент. Исследователи нашли на этом фото, опять же, вот тот самый спасательный катер с контейнерно-водолазным комплексом для проведения подводных работ на том месте, где ранее стоял Циклон. Место расположения вот этого спасательного катера в непосредственной близости к месту стоянки Циклона и повреждения ближайшего здания, где, собственно, и произошел удар, тоже указывают на тот факт, что удар был успешный. Позор Черноморского флота России стал самым ярким ее поражением в этой войне. Но я замечу далеко не последним поражением. Есть основания полагать, что крупнейшие проигрыши Москвы и еще впереди, а ее нынешние атаки в своей оголтелости и массовости могут конкурировать разве что с их оперативной бессмысленностью. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Вы можете поддержать наш канал через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок, код каждым нашим роликам. Большое спасибо всем, кто нам помогает, потому что именно благодаря вашей поддержке мы продолжаем нашу работу, повышаем качество наших материалов и увеличиваем их количество. Мира и здоровья вам! И до скорого!